Внезапно хорошая игра. Скажу это сразу, чтобы настроить вас на нужный лад. Вышла вот буквально позавчера и сразу привлекла меня описанием, ну то есть завязкой. Но все же давайте по порядку. Игра называется 12 Minutes, 12 минут. Название во многом отражающие суть игры. Это квест с видом сверху. Квест недорогой, небольшой, весит 2 гигабайта, не ждите там суперграфония. Впрочем, берет он явно не этим. И давайте об этом поговорим сразу. Графика там местами квадратных не сдавая, но кому не плевать. Этот квест бьет другими картами. Отличный дизайн, который основан на в какой-то степени даже минимализме. В игре всего одна локация. Это я говорю, не прибегая к спойлерам. И эта локация твоя квартира. Это не дом-полная чаша, это обычная съемная квартирка с минимумом необходимого. Соответственно, обставить такую проще, чем целый, скажем, город или замок. Но это, конечно, не обесценивает старания дизайнеров. Игра, света и тени, обстановка, все это на очень хорошем уровне. Сразу же давайте отмечу и очень красивую музыку. Саундтрека там по ощущениям где-то на час. И он действительно красив. Он подчеркивает и иногда даже создает атмосферу и не давит на уши постоянным повторением. А так, поверьте, не у всех получается. За это композитора и звукорежиссера можно только похвалить. Ну а теперь о самом интересном. Игра ставит себе в плюс не в последнюю очередь актеров озвучки. Опять же, не прибегая к спойлерам, в игре всего три персонажа. Наш протагонист, озвученный Джеймсом Макэвэм, на секундочку, я очень надеюсь, что правильно произнес его имя. Это и Грязь, это и Люди Икс. Я небольшой фильмоман, ну сказал-то как, да? Фильмоман. Но вот названная картина смотрел, и актерская игра мне его понравилась. Второй персонаж полицейский, озвученный Уэлемом Дефо. Думаю, этот актер в представлении не нуждается даже таким, как я. Ну, как минимум, это зеленый гоблин из Человека-паука. Вообще, мне очень хочется однажды увидеть его в роли Джокера. Думаю, он отлично справится, а Грим ляжет как родной. Ну и наша жена, озвученная Дэйзи Ридли. Вы только не смейтесь, но это Рэй из Звездных Войн. Как-то вот затесалось Ксавьер, Гоблин и Рэй. Ну, впрочем, ладно, это же роль. Может, актриса она и хорошая. Я просто других ее работ не видел, и вообще речь сейчас не об этом. Этим звездам в 12 минут суждено быть лишь голосами. Однако, я не мог о них не упомянуть, ибо они выставлены на щит. Мол, глядите, кто у нас есть. И разработчиков можно понять, это действительно серьезные звезды. И забегая вперед, сыграли они все трое отлично. Завязка вроде простая. Приходит, значит, мужик с работы, домой, устал, под ночь, ровно в 12 ночи. Его встречает жена с романтическим ужином. Как вдруг звонок в дверь. Кто там? Полиция в пальто. Мол, ордер на ваш арест есть, говорит какой-то мужик лысый и с бородой. И сейчас все лоялисты так привстали, потому что уж лоялисты знают, что лысый значит злой. В общем, он обвиняет нашу жену в убийстве собственного отца 8 лет назад, который вообще-то сам умер от приступа. И начинает требовать некие часы, которые она, мол, у него стащила. Та вниз-ознанку, а он вперед и душит для демонстрации серьезности момента нашего протагониста. Прям насмерть, да. И тут происходит то, что и было заявлено, и что завлекло меня в игру. Это не Дефо и не МакЭвы. Это временная петля. Я обожаю игры со временем. Тут это напоминает фильм Грань будущего. Когда персонаж погибает, день перезапускается. Но в нашем случае это не день, а ночь. В плане времени суток, а в плане отведенного времени это лишь 10 минут. Да, не 12, а именно 10. Почему игра тогда называется 12 минут, это становится понятно по сюжету. Игра не очень длинная по сути, тут все как со Стэнли Парабл, не хочется портить удовольствие раскрытием деталей. Однако ведь так и тянет же. Короче, у нас в запасе всего 10 минут. На пятой приходит полицейский, на десятой, что бы мы ни делали, петля сбрасывается. По поводу полицейского тут долго гадать не приходится. Конечно, в солнечном Валеноре копы привычны убивать гражданских при аресте, скажем так, да, по поводу и без. И даже случаи удушения были, но по всему видно, что он такой же коп, как и я. Обычный бандюган, который несет околесицу. А околеситься ли? Даже если он не прав, у него должны же быть хоть какие-то основания, так говорить. Однако спросить это у него самого не представляется возможным, ибо он никого не хочет слушать и легко пускает в расход всю семью, ища какие-то мифические часы. Хо, а мифические ли? Очень скоро становится понятно, что все в этой истории не совсем так однозначно, как кажется на первый взгляд. И как это бывает в жизни, скелеты в шкафу есть у каждого без исключения. У каждого из трех персонажей. Кстати, мы и сами побудем скелетом в шкафу. Там можно спрятаться и перемотать время, то бишь ожидать нужной минуты. Минуты тут, к слову, внутриигровые, нереальные. То есть все дела можно успеть сделать, если варежку совсем уж прям вот не разевать. А переделать придется много всего. Фактически, мы здесь самая несведущая сторона, вроде бы когда, и нас же первыми и убивают. Однако краем уха, зацепив какую-то фразу, допустим, перед самой смертью, или какой-то факт, просто вот случайно заметили. Мы потом обо всем этом можем расспросить жену, или чем черт не шутит, лызо Бандюгана. А черт действительно не шутит. Умирать, конечно же, можно сколько угодно, но тогда всю последовательность действий придется выстраивать заново. А это, знаете ли, не всегда делается легко, да и не быстро, скажем так. А время-то тикает, когда тут постоянное тиканье, оно тебя будто бы подгоняет. Отличный режиссерский ход. Да и действие тут делается не так схематично, как в некоторых других квестах. Игра дотошно относится к мелочам. Например, если ты решишь совершить действие, скажем... Блин, долбаные игры на три часа проходят. За пять Иван-дурак в ней весь день просидел. Вот что ни слова, то спойлер. Короче, хочешь напухать снотворного жене в чашку, делай это за закрытой дверью. Другие действия по тому же принципу. Важно, кто что видит. Важно, в какой очередности произносить фразы. Этим игра прям подкупает. Покупает она и отыгрышем персонажей. То есть, то, как переживает после каждого сброса протагонист, показано отлично. Конечно, можно просто выйти в дверь. Тогда мы тоже сбросим день, но безболезненно, скажем так. Ведь мы еще и в пространстве тоже заперты, забыл сказать. Но чаще всего возвращать нас к полуночи будет именно смерть. Нас будут резать, бить током, расстреливать, душить. Тем же можем заняться, кстати, и мы, превратившись в натурального маньяка на 10 минут. И так вот, если подумать, мы можем стать даже хуже вот этого самого полицейского, да? И да, мы, конечно, сбрасываем петлю, но мы-то все это помним. Мы это сделали по собственному выбору. Ну, впрочем, ладно, это тоже философский вопрос. Тут есть над чем подумать. И каждый раз персонаж будет как бы постепенно привыкать к подобному. Мол, ааа, фигня, после десятой попытки застрелиться уже даже как-то и не страшно и почти не больно, когда пуля в мозг входит. Ну-ну. Кстати, некоторые действия как бы тоже создают видимость того, что ситуация развивается, что в условиях временной петли верный путь к выздоровлению, правильно? Правильно. К примеру, мои первые попытки наброситься на полицейского с ножом сначала были неуклюжие, и нож моментально оказывался у меня же в животе. Дорогая, я дома. Но вот уже через несколько попыток наш безымянный протагонист, будто бы Том Круз, вспоминает движение врага и уже, ну, умирает менее охотно, да. Кстати, в игре есть телефон. Можно вызвать настоящую полицию. Беда в том, что полицейские приедут лишь через 15 минут, а у нас петля сбрасывается после 10. Ну, не вариант, короче. Кроме протагониста, на различные ситуации великолепно реагируют и два других персонажа, как на действия, так и на слова. Правильно сложив мозаику, правильно подобрав или расставив предметы, мы буквально на глазах меняем ситуацию. Вот петля, в которой мы буквально обнимаемся все втроем и утираем слезы радости и счастья, а уже в следующей мы режем и расстреливаем друг друга. Причем в разных комбинациях. А еще через одну вообще мирно сидим и жрем. Никто не пришел нас убивать. И эта вариативность очень радует. Последняя, кстати, тоже фишка игры. Сначала наше сознание воспринимает задачу, как спастись от убийцы. Потому что нас убивают и убивают, чтобы мы вроде как не пытались бы делать. И мы начинаем считать этого убийцу врагом. Но по ходу игры выясняется даже не то, что убийца это антагонист, а не враг. Что это персонаж, скажем так. А то, что проблема-то на самом деле не в нем. То есть даже если он будет убит, даже если он все поймет и простит, даже если он просто не придет, даже если ты уже, казалось бы, решил проблему и уже прыгаешь от восторга, бах! Петля сбрасывается. Все сначала. Все с нуля. Время. Вот твой враг. Враг или друг? Очень философский тоже вопрос. Опять же, есть над чем подумать, поверьте. Часы вам так и шепчут. Музыка нагоняет жути. Это еще одна шпилька в сторону мастерства звукорежиссеров. Шепчут, ты можешь изменить. В какой-то момент игра перестает быть похожа на фильм Грань будущего, и начинает походить уже натурально на эффект бабочки. И каждый раз, когда ты будешь думать, что ты близок, игра будет давать тебе понус, вас саживая. Подожди, куда намылился? Ты все еще заперт, победитель. И при том, будто бы такая изящная издевка, подсказки к сути происходящего, будут лежать на самом видном месте в самом же начале игры. Боже, как же я люблю эти повороты, когда что-то с самого начала оказывает тебе на нужный сюжетный поворот, но у тебя нет ключа, чтобы это понять, нет нужной информации. А когда она появляется, ты смотришь и говоришь, опа, ведь и правда же. В игре, кстати, есть 12 ачивок по количеству минут. И все скрытные. Получить такие всегда приятно. Знаете что, хватит. Я и так уже ругаю себя за то, что рассказал больше, чем стоило. Но я не люблю делать лаконичные обзоры. Все же, надеюсь, я вызвал у вас интерес к этой игре. Есть ли у нее недостатки? Да, есть. Вполне субъективные, я думаю. На мой взгляд, ей названия игры реликта не хватает прям вот совсем чуть-чуть. И это чуть-чуть кроется в разнообразии. Слишком мало вариантов развития событий. Вот что я скажу. Очень хотелось бы видеть больше. Больше вариативности. Больше возможностей. Больше, соответственно, хронометраж. В остальном это прям бриллиант. Даже если не любите квесты, попробуйте. Скорее всего, вам понравится. Внезапно. Хорошая игра. Я сразу вам это скажу, чтобы настроить на нужный лад. Вышла вот буквально вчера и сразу привлекла меня описанием. Ну, то есть завязкой. Но все же давайте по порядку. Я бы и рад остановиться. А что толку? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...